Лубча Савина Получив добро от сотрудников ГИМС, рыбаки со всей округи заняли места у своих лунок. На этот раз желающих поймать удачу за хвост оказалось немного меньше, чем в прошлом году. Для участия в зимней рыбалке по-кандалакшски заявилась 21 команда или 63 участника. Это тоже хороший результат для нас, потому что у нас выступают те, кто уже на протяжении 10 лет ездят. Это не просто люди приезжают посидеть на льду, а которые действительно борются за победу. В этом году опять есть новые команды с города Ковдор, есть команды с Кировска, с Оленигорска, с Апатит. В полярных зарей, как всегда, чуть ли не больше, чем кандалакши нашей родной. Количество участников не влияет на правила соревнования. Победителей определяют по весу пойманной рыбы, естественно. Чем больше улов, тем выше шанс, воспользоваться которым нужно ровно за три часа. Опытный рыбак Александр Исаев только и успевает снимать рыбу с крючка. Поклевка бешеная. А вот на соседнем секторе результат похуже. Сегодня, говорят, рыба не идет. В этот год похуже. Мало клюет и погода подвела. Ветер. Виктор Горсткин, напротив, не видит причин для недовольства. Ковдорчанин вместе с друзьями на кандалакшской рыбалке впервые. И погода, и атмосфера, и организация, по мнению северянина, все отлично. В прошлом году хотели, не получилось собраться. В этом году собрались, вот приехали попробовать. Хорошо, вот поймал пять штучек. Здорово, все прекрасно, хорошо организовано. Сейчас дождемся результатов, посмотрим. Впервые на озере Лупчесавина, да и вообще на рыбалке оказался Михаил Кочелаев. Воспитанник детской деревни Суэс приехал на водоем по предложению педагогов с целью посмотреть, как можно интересно и с пользой проводить свободное время. Новичкам везет. В мешке у подростка три небольших рыбешки. Улову признается парень рад, но вряд ли рыбалка станет его увлечением. Можно сказать, что теперь рыбалка станет твоим увлечением? Да нет. Почему? Тут холодно. А вот для Нины Беловой первая в жизни рыбалка, случившаяся много лет назад, стала решающей. Сначала удить рыбу она ходила с отцом, а после нашла такого мужа, который разделяет увлечения. Вместе с супругом жительница Полярных Зорь обследовала, кажется, все водоемы в Заполярье. А еще они – постоянные участники всех соревнований для рыбаков. Знаете, наверное, человек должен быть азартный. Поэтому я думаю, что и любят здесь рыбу ловить люди азартные. То есть, наверное, терпеливые. Потому что это надо рыбку дождаться, это надо ее, кажется, не только молиться, ждать и надеяться, что все-таки она клюнет. То есть, это общение с людьми, это встреча со старыми знакомыми и с новыми знакомимся. Поэтому очень даже здорово, весело, интересно. Хорошая погода и отличная компания. Что еще нужно, пока ждешь церемонии награждения? Вот и на этот раз рыбаки не скучали, сами себя развлекали. Кидались валенками, тянули канаты, бурили лунки на скорость. Победители всех импровизированных конкурсов наградили специальными призами. А вот медали и грамоты достались победителям чемпионата по зимней рыбалке. Так, в командном зачете бронзу завоевали рыбоманы из Полярных Зорь. На втором месте оказалась сборная Канда из Кандалакши. Первую ступень пьедестала почета заняли опытные рыбаки. Сборная – лучшие из лучших. Во-первых, большое желание. Большое желание. И с года в год мы все время настраиваем себя, подкалываем себя, стараемся соревноваться друг с другом прежде всего. И только после этого у нас получается результат. Да, и на Щучьем мы и там побеждали, и здесь. И хотелось бы уже сменить водоем, чтобы еще попытать счастье на любом другом водоеме. Да, да, Канда. Там хорошие площадки, там хорошая зона, там разнообразие рыбы побольше, и поэтому там лучше будет. Мнение чемпионов наверняка разделяют и победители личного первенства. Лучший результат на этот раз показал Александр Исаев из Кандалакши. Его улов – 19 рыбешек. У женщин не было равных Светлане Тамчук. Отдельно по решению жюри были также отмечены Олег Логинов из «Полярных зорь». Он поймал самую крупную рыбу. И Петр Любченко. Он открыл счет улову на этих состязаниях. А в целом в этот день повезло всем, без исключения участникам соревнований. Встретились, пообщались, отдохнули, получили заряд бодрости. Нескоро им еще доведется снова увидеться под ярким солнцем на белом безмолвии. Целый год ждать придется. Хотя будет еще отдушина. В июле рыбаки снова соберутся на беломорской трясочке.